Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех на своём канале Есть-Поесть! Сегодня по типу всем известной чайной колбаски приготовлю десерт из печенья. Только он получается не таким калорийным, так как используется небольшое количество сливочного масла. И изюминкой этого десерта без выпечки является яблочное пюре. Что касается меня, так этот десерт мне нравится даже больше, чем традиционный. Он получается гораздо мягче, нежнее и, мне кажется, с более интересным вкусом. И, кстати, при желании можно добавить и в этот торт какао или растопленный шоколад. У вас есть возможность приготовить, сравнить и поделиться своим мнением в комментариях. Очищенные и порезанные четвертинками яблоки я складываю в чашу для варки на пару в мультиварке. Можно это сделать в пароварке или просто в кастрюле с добавлением небольшого количества воды. Только потом нужно будет откинуть на сито, чтобы ушла лишняя жидкость. А можно просто нарезать яблоки небольшими кубиками и потушить их на сковороде. В общем, значение не имеет, каким способом вы доведете яблоки до готовности. Теперь я отправляю чашу в мультиварку на режим пар на 5 минут. Вы ориентируйтесь на свою мультиварку и на сорт яблок, которые вы берете. Насколько быстро они становятся мягкими. Далее основу нашего тортика будет составлять самое обычное печенье, которое мне нужно раскрошить крупными кусками. Яблоки готовы. Они практически превратились в пюре. Переложу их в тарелку и дам немного остыть. Подготовлю орехи. Орехи подойдут абсолютно любые. Я взяла миндаль и фундук. Для более яркого вкуса я их обжарила, но можно этого не делать. Кладу в мешочек и просто побью по ним скалкой, чтобы получились крупные кусочки. Ну и теперь сделаю крем. Соединяю яйцо, молоко и мед. Хорошо все размешаю. Отправлю кастрюлю на плиту и при непрерывном помешивании доведу массу до густоты. Масса готова. Кипятить ее ни в коем случае нельзя. Нужно просто довести, как говорят, до первых булек. Не ждите, что крем у вас сильно загустеет, как, например, заварной. Добавлю сюда сливочное масло комнатной температуры и размешаю. Масло растаяло. Добавляю сюда ванильный сахар, корицу, а также можно добавить любые другие пряности по вкусу. Также можно добавить в крем что-нибудь спиртное, например, коньяк или ликер. Если вы планируете подавать десерт детям, значит, добавьте спиртное перед варкой крема, так как при нагревании спирт улетучивается и остается только аромат. Выкладываю сюда пропаренные яблоки. Если хотите, можете массу проработать погружным блендером, чтобы яблочное пюре было более однородным. Но я этого не делаю так, как мне нравится, когда попадаются кусочки яблока. Теперь все размешаю и получается такой крем. К печенью добавляю орехи. Немного оставив для украшения. И крем. Теперь все хорошо размешаю. Ну а дальше поступайте, как хотите. Можно переложить массу в какую-нибудь глубокую миску или в разъемное кулинарное кольцо. Я просто беру тарелочку, совсем слегка смазала ее растительным маслом и выкладываю массу. И теперь при помощи лопатки я придаю форму, немного уплотняя. Убираю торт в холодильник для застывания на несколько часов. Готовый десерт можно украсить по своему желанию. Например, посыпать тертым шоколадом или полить растопленным. Я поливаю сверху жидкой карамелью. И посыпаю оставшимися орехами. Ну вот такой очень мягкий и нежный тортик у нас получается. К тому же он очень вкусный и ароматный. Хорошо чувствуются орехи и кусочки яблок, которые к тому же придают нашему десерту приятную кислинку. Лично мне подавать этот десерт нравится следующим образом. Я перед подачей буквально на пару часов отправляю его в морозильную камеру. Он тогда немного подмерзает, становится таким плотным и чем-то напоминает мороженое. Попробуйте, сравните два варианта, какой вам больше понравится. А я желаю всем приятного аппетита! Готовьте с удовольствием! До встречи в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok